Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Свободы 79. Жители 10 квартир первого подъезда жалуются на проблемы с водоснабжением, а предпринимаемые коммунальщиками меры ситуацию не улучшают. Проблем с начала года у нас нет по правой стороне, то есть во всем подъезде 10 квартир на один стояк, воды нет, напора. То есть когда все дома, это час пик, то есть вечером с работы пришли или утром на работу уходим, воды нет. Когда никого нет днем, соответственно, там 2-3 квартиры дома, напор идеальный идет, колонка всегда включается. Вечером помыться невозможно, это нужно ждать часов 12 ночи, либо с утра очень рано, утром вставать для того, чтобы умыться элементарно, потому что напора нет. Колонка, если зажигается, то зажигается только в крайнем состоянии, когда кипяток, то есть все равно сделать ничего невозможно. Такая проблема. Мы обращались по ЖРТ, ЖЭУ, приезжали водоканалы, РКС, сказали, что вот там что-то в колодце, то есть поменяли какие-то вентиля. Ситуация не изменилась. Поменяли нам они за свой счет стояк с первого по пятый этаж. Тоже ситуация не поменялась. Касаясь всех этажей, я живу на втором этаже, соседи на первом этаже страдают такой же проблемой. У них чуть-чуть побольше напор за счет того, что первый этаж. Пятый этаж уже полгода, даже больше, чем полгода без воды живет. Я живу на пятом этаже, у меня двое детей. Старший приходит из сада, я его уже искупать не могу. До часа ночи нет напора воды. Муж, соответственно, тоже после работы никак. Вот ждем ночи. Жаловались вот в течение года, с начала года. Звоним постоянно. Ну, куча звонков придут, поменяют вроде винтель. Потом опять от нас куча звонков, потому что ничего не меняется. Поменяли стояк. Теперь они ждут капремонта, ничего не делают. Ну, машинки, они встают на паузу, такие звуки издают. Ну, колонки, вот я тоже больше переживаю из-за колонок, потому что у нас фитиль горит постоянно, и постоянно кипит вода. Вот когда включаешь, напора нет, с пузырями кипит. Боюсь, что и сломается. Мы вставили новую колонку, жалко уже просто. Они нас сначала всех заставили еще колонки почистить тоже за свой счет, хотя вообще не в них дело было. Там от 500 до 1000 рублей отдавали. Очень просим всем подъездам решить, пожалуйста, эту проблему, потому что без воды жить невозможно. Не помыться, не умыться, не какие-то домашние дела сделать. Все очень тяжело. Приходится ждать ночь, либо рано-рано утром вставать. Улица Подшипниковая 2. Ремонтом фасада дома жильцы остались крайне недовольны. Нам сказали, выделяются 500 тысяч рублей на побелку дома и на укрепление вот этого верхнего карниза. Откуда падает старая лепнина 1953 года. Когда выделили деньги, руководство нашего ПЖРТ Октябрьский, они явились сюда, с нашим старшим обговорили, нас никого, жильцов не приглашали и решили, что это, значит, вот только вверх и до начала окон второго этажа. Вот по периметру сделали. Все, на этом все закончилось. Вот здесь все осыпается, там осыпается. Фасад, вернее, цоколь вы видите какой. Каждую буквально вот трещину мы просили замазать, потому что как было в том доме, так будет и в нашем доме, когда из комнаты была видна улица. Это не сказка, это действительно был факт. Зарплата по смете, зарплата и материалы составили в сумме 224 тысячи. А вот накладные расходы, которые к нам никак не относятся и не должны лечь на эту сумму, это содержание вот этой вот конторы, они составляют 124 тысячи и сметная прибыль 75 тысяч, грубо. Вот 75 и 124, это 197 тысяч из наших 500 тысяч, которые нам выделили, ушло в пользу управляющей компании. Это как? На эти деньги, которые ушли в их пользу? Можно было доделать дом до конца. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова